здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 15 декабря пятница поздний вечер но прежде чем я приступлю к основной теме сегодняшнего видео хотел бы поздравить граждан украины со знаменательным событием с решением который при принял евросоюз о начале переговоров о вступлении украины и заодно молдавии также поздравляю граждан этой страны вступление в евросоюз это знаковое событие обе стороны люди обеих стран страстной долго стремились к этому и я уверен что рано или поздно это свершится потому что ну сам ход развития событий особенно который ускорился в связи с агрессией наглой беззаконной агрессией мордора против украины все эти процессы ускорились и скорее рано чем поздно эти две страны будут приняты в евросоюз а там глядишь и в нато но и естественно грузии народу грузии грузинам среди которых у меня было во время учебы в университете да и ранее немало друзей тоже желаю добиться то есть грузия должна быть тоже в европе она больше более европейская страна чем скажем та же россия или беларусь но вы наверное знаете все перепитие процесса голосования за начало переговоров с украиной и молдовом молдовой поэтому я сделаю просто краткий комментарий этих нескольких вещах которые меня просто поразили вот обстоятельства которые связаны с процессом голосования ведь понятно было мало кто в этом сомневался что орбан получил указание из кремля от путина держаться до конца и сорвать голосование пользу украины по крайней мере украины и что произошло значит орбан как бы вышел ну наверно в туалет и в это время естественно по договоренности с руководством евросоюза которая накануне разморозила 10 миллиардов которые были заморожены в связи с неподобающим поведением руководство в венгрии в евросоюзе нарушение там правил евросоюза нарушения демократических там всевозможных норм ну вы знаете эту историю и вот за эти 10 миллиардов орбан сходил в туалет что позволило принять положительно для украины молдовы решение евросоюза то есть это в истории человечества наверно будет самый дорогой поход в туалет за всю историю человечества с другой стороны вот лично на меня вот эти все выходки орбана произвели такое впечатление что вот перед нами политическая путана так по большому счету которая продается продается за большие деньги вот за 10 миллиардов это путана она отказала путину хотя она ему была отдана уже давно и оттуда и оттуда берет деньги и поддержку и отдалась евросоюзу вот 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 что происходит просто просто потрясающая история но это же путана выйдя из туалета тут же в стряхнув перышки заблокировала 50 миллиардов евро для украины на что премьер-министр нидерландов юта рютер сказал что это 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 ненадолго украины пока деньги есть но где-то концу января мы решим этот вопрос то есть все 26 стран евросоюза ну кроме венгрии за это придется придется этой путание заплатить еще 10 миллиардов долларов чтобы он опять отдался не кремлю а евросоюзу ну по крайней мере за благое дело когда-нибудь если будут писать кто-нибудь книгу или исследование о проституции в политических важнейших политических процессах 21 века я думаю что там не одна глава будет посвящена орбану как я вам уже сказал сейчас вашингтоне уже поздняя ночь но целый день на каналах телекомпании в средствах массовых других средствах массовой информации которые в общем-то симпатизируют демократам разгоняется мэму над америкой зашло утро то есть это не столько над всей америкой сколько она зашло над демократами а вот над республиканцами во главе с трампом наоборот сгустились сумерки речь идет вот о чем собственно говоря кое-что я вам уже рассказывал сейчас вы вспомните но это очень важно это очень важно что я вам сейчас расскажу потому что это влияет должно повлиять очень сильно на то что произойдет соединенные штаты в течение следующего года отсюда это будет иметь колоссальное значение на весь мир и особое значение для украины выступил председатель федеральной резервной системы сша джером пауэлл это очень могущественный человек потому что от того что он говорит даже от отдельных ремарк зависит состояние экономики соединенных штатов америки все рынок может залететь и он может рухнуть от того что скажет председатель фрс и вот он сказал сказал то что перевернула историю я имею ввиду нарратив о состоянии американской экономики сейчас и тем каким значит это экономика будет в следующем году ведь вся передвиборная кампания риторика пропаганда трампистов строилась на том что экономика при байдане ужасно а вот придет байден простите экономики при байден и ужасно а вот придет трамп и всем раздаст много денег и все будет процветать при этом значит полностью извращалась реальная ситуация напротив на например один из тезисов что вот байден и демократы не дают развивать нефтедобычу поэтому цены на бензоколонках высокие это полная чушь потому что именно при байдоне за последние 4 года америка стала номер один нефтедобывающей страной в мире номер один такого не было никогда такого количества на никогда не добывала что касается цен на бензоколонки то просто народная масса, широкая народная масса в Америке просто не понимает, что цена определяется в Америке на бензоколонке не тем, сколько страна добывает нефти, а тем, какие международные, на международном рынке цены на нефть. Потому что если вот человек, который, или компания, которая добыла какое-то количество нефти, смотрит в Америке, значит, ну, допустим, так абстрактно говоря, 2 доллара за галлон бензина, а в Португалии 4. Куда она повезет, эта компания, свою нефть? Туда, в Португалии, потому что там дороже. Ну, так вот, значит, что сказал господин Пауэлл? Он сказал, что экономика сейчас выглядит вполне солидно. То есть она гораздо лучше, чем ее описывали республиканцы. И подтверждением тому состояние вот показателя Доу-Джонса. Он традиционно применяется для сопоставления, ну, это, конечно, абстрактно, это, конечно, ненаучно, но, тем не менее, показательно и с исторической точки зрения оно себя оправдывало. То есть берется цифра Доу-Джонс сейчас и в такой же момент, когда Трамп был президентом. Что мы получаем? Сейчас взлетел Доу-Джонс до примерно 37500, вот где-то так. А при Трампе в это время было где-то 30500. То есть разница, 7000 – это колоссальная просто разница, колоссальный отрыв, что показывает, что реальное состояние американской экономики сейчас в байденомике гораздо лучше, чем было при трайпономике, трампономике. И вот такая цифра 37, где-то 500, ну, там 400 с чем-то, 37 тысяч 400 с чем-то, она очень близка к рекордному уровню за много лет. Выше было только при Клинтоне, но это понятно, потому что единая, крах Советского Союза, единая супердержава, которая просто купалась в лучах славы и долларов. И государственный долг был равен нулю. Потом, значит, пришел Жорж Буш, и этот долг в результате войны в Афганистане, в Ираке он взлетел до небес. Выше, немножко ниже, как пишут аналитики, был показатель Доу Джонса некоторое время при Обаме. Но самый-то, самый, как говорят, цимус выступления Пауэлла состоял в следующем, что в следующем году, который, согласно пропагандистам республиканской партии, должен был годом обвала байденономики, да, годом кризиса, так вот, наоборот, ожидается, что это будет город бума американской экономики. То есть сейчас все вроде так, как оценил Пауэлл, все подошло к тому, чтобы был совершен прорыв. И ФРС в этой связи сказала, что, первое, в ближайшее время поднятие ставки учетной процента не предвидится, а затем в следующем году три раза она будет опускаться. Вот эта ставка – это та цена, которую, фактически цена кредита – это те деньги, которые ФРС дает банкам. Банки потом добавляют свой процент и дают по этому проценту уже в кредит корпорациям и частным лицам. И чем ниже этот процент, тем легче брать кредит, тем больше дают кредит, рынок насыщается деньгами, экономика начинает раскочегариваться по большому счету. То есть три последующие снижения учетной ставки считается, что это будет бум. И вот сегодня целый день обсуждается этот вопрос, тем более, что вот это предсказание Пауэлла и его, собственно говоря, обещание три раза снизить учетную ставку совпало с вот этим всплеском Доу Джонса. Ну и сторонники демократической партии, они ликуют, потому что, если так случится, то это меняет все. Это меняет перспективы президентских выборов. Ну и дальше, дальше ситуация в Соединенных Штатах – раз, и по всему миру – два. В этой связи аналитики здесь вспоминают историю 83-й год, когда Рейган заканчивал свой первый срок качества президента. Так вот, у него был рейтинг, ну даже чуть-чуть ниже, чем у Байдена сейчас. Средний. У него в течение года был рейтинг где-то около 40%, 41%, а потом он в конце вообще упал, ну ниже, ниже, где-то чуть-чуть больше 30%, 32-33, примерно так. И экономика была нехти, то есть сейчас экономика лучше, чем была тогда, в конце первого срока Рейгана. Но потом, в следующем году наступил экономический бум, как раз состоялись выборы, и Рейган победил в 49-ти штатах. В 49-ти – триумфальная победа. Вот сейчас прикидывает, неужели то же самое произойдет и сейчас. Но тогда был республиканец Рейган, теперь будет, теперь это происходит при демократии Байдена, но, как ни странно, в области внешней политики и тот, и другой, они гораздо ближе друг к другу, чем, скажем, те же самые республиканцы, которые сейчас представлены в Конгрессе Соединенных Штатов, из которых невозможно выдавить законопроект, который бы усилил роль Соединенных Штатов в этом мире, и даже в связи с их обструкционистской деятельностью стали говорить, что это люди, которые на вершине экономического могущества Соединенных Штатов фактически готовы самокастрировать себя или выбросить белые полутенца, отдать Путину, у которого ВВП в 30 раз меньше, чем у стран G7 или Евросоюза плюс Соединенные Штаты Америки. То есть позорище какое-то происходит. Вот, то есть ситуация кардинально меняется. Тут еще одно событие помогает, вернее, в перспективе может помочь Трампу и как это ни странно, простите, Байдену, и как ни странно, это решение, единогласное решение республиканцев в Палате представителей начать изучение процесса импичмента Байдена. Это первый случай, как отмечают аналитики, в истории импичмента в США, когда этот процесс начинается, вернее, пока это еще не процесс, он еще не пошел, это изучают, начало, так сказать, изучения. То есть, когда начинается или принимается решение вот в Палате представителей о начале, так сказать, изучения, как бы начать этот процесс, тогда, когда нету никакого факта, свидетельствующего о том, что Байден нарушил что-то, или уголовное там право, или еще что-нибудь совершил, какой-то там поступок, который недостоин, несовместим с должностью президента. Вот все эти разговоры о том, что коррупция, семейство Байдена, что, значит, те деньги, которые получал Хантер, этими деньгами пользовался Байден, это все ОБС. То есть, одна бабка сказала, до сих пор Трамп 4 года был президентом, ему подчинялся весь исполнительный аппарат, все правоохранительные органы и спецслужбы не нашли ничего, и вряд ли найдут. То есть, что сделали республиканцы, приняв это решение в Палате представителей единогласно? Они тем самым получают возможность обращаться в суды для того, чтобы суды вызывали, делали так называемое сапино, то есть вызывали тех лиц, которых укажут республиканцы, для допроса этих лиц в судах. А там, как известно, врать они не могут под угрозой уголовного наказания. То есть, это все называется половить рыбку в мутной воде. Вот сейчас они пойдут в суды, пытаясь вот этим всем процессом найти хоть что-то. Но, как предполагают, вряд ли они найдут. И вот здесь возникают все проблемы. То есть, вот совсем недавно яркий представитель, кстати, входит в группу Мага, так называемый Freedom Caucus, Чипрой, он орал публично на своих однопартийцев в Палате представителей, так примерно, мы скоро два года, но мы ни черта не сделали, мы ничего не сделали, действительно, ничего не сделали. Ну, вы знаете, эти перипетии с избраниями, сгнаниями, снова избраниями спикеров Палаты представителей. За все время каденции вот этого состава Палаты представителей не приняли всего 12 законов, что считается, ну, вообще, приблизительно около нуля. Полный мизер. То есть, одна из самых бестолковых, неэффективных палат представителей в истории Соединенных Штатов Америки. И теперь, и теперь они, значит, затеивают еще вот этот процесс импичмента, не имея фактически никаких фактов, доказательств, что этот человек, Байден, совершил какое-то там уголовное преступление. Что, как считают аналитики, вместе с улучшением экономической ситуации в Соединенных Штатов Америки, будет объяснять независимым избирателям, что они имеют дело со скандалистами, лжецами и вообще недалекими людьми. И все это должно сдвинуть их симпатии, как предполагается, в сторону демократов и Байдена. Тут еще, кстати, должен сказать, вот за последние дни сейчас, вы знаете, Палаты представителей до 10 где-то, или до 9, до 9 января ушла отдыхать, сделав такие некоторые туманные заявления по поводу того, как они рассматривают дальнейшую работу над законом о показании помощи Украине, Израилю, Тайваню, и плюс еще, значит, укрепление южных границ. Все это было там окутано туманом. Но там послышались угрозы опять из фракции МАГа, что если вот этот спикер уже Майкл Джонсон, не дай бог, там дрогнет по вопросу о границах, они хотят, чтобы, то есть уже где-то не слышат, в чем будет компромисс вот сейчас этой согласительной группы в Сенате. В Палате представители об этом слышат и уже кричат, что они хотят больше, они хотят жестче. И если Джонсон на это не пойдет, то будут его выгонять еще раз. По этому поводу один из сторонников Джонсона, тоже представитель Республиканской партии, там же в Палате представителей он сказал, что это самоубийство будет Республиканской партии, в Палате представителей, потому что первый раз они изгнали своего спикера. Это, как сказали, они сделали поинт. То есть они выразили свою точку зрения и очень жестко. Но если они сделают второй раз, то это, значит, просто покажет всем людям, что это просто убийцы, политические убийцы. Вот, собственно говоря, такая ситуация возникает. Теперь, значит, если так это случится, и действительно, как сказал председатель ФРС, ФРС, Америку ожидает бум, и этот бум, то есть приведет к тому, что инфляция упадет до 2%, а сейчас, по большому счету, единственное, как говорят аналитики, единственное уязвимое место экономики сейчас для Байдена – это высокая инфляция, которая вызывает недовольство народа. Потому что безработица, она на очень низком уровне находится. Везде нужны люди. Зарплаты, во всяком случае, у нас здесь растут, как я это вижу. Вот. Если еще при этом, как прогнозируют в связи с заявлением Пауэлла, инфляция упадет до 2%, то это все парадайз. Это почти рай накануне президентских выборов. Ну и если во внутриполитической ситуации вот так это все дело пойдет, то в вопросе внешней политики, конечно, Байден просто раздавит любого представителя республиканской партии, включая Трампа. Хотя, по большому счету, скажу вам так, господа, я бы хотел, чтобы финал, на финал президентских выборов от республиканской партии вышла Ники Хейли. Ну а, что касается демократов, у меня, собственно говоря, преференции нет. Байден, он прекрасен всем, кроме своего возраста, ну и связанных с этим проблем, безусловно. Но с точки зрения, с практической точки зрения, конечно, я думаю, что имел бы смысл ему уступить место кому-то другому. Некоторые наблюдатели называют в качестве возможного кандидата, который смог бы заменить Байдена, это губернатора Калифорнии. Но другие говорят, что губернатор Калифорнии слишком, он слишком яркий, он слишком интеллектуальный, скажем так, для среднего американского избирателя. Потому что, ну, как ни странно, но среднеамериканский избиратель – это вата, которая где-то похожа на ту же самую российскую вату, которой надо был вот такой президент, как Ельцин, допустим. То есть, кандовость должна в этом присутствовать. Вот у Трампа такая кандовость есть. Вот у нее, увы, слишком интеллигентный, я бы сказал, даже изысканный человек, интеллектуал, я бы сказал, too much, too much, слишком много у него достоинств для того, чтобы его избрали президентом Соединенных Штатов Америки. А жаль, я думаю, он бы был, он бы был хорош. Да любой был хорош, потому что, как показывает анализ опроса общественного мнения, Трамп проигрывает любому, ну, то есть, совершенно любому. Кстати, кстати, опять сегодня, ну, косвенно Трамп получил сильнейший удар. Его же ближайший единомышленник, его Санчо Панса, Руди Джулиани, это ближайший друг того же Ермака, потому что они вдвоем мутили открытие пяти уголовных дел против Байдена в Украине. Это тогда, когда президентом был Трамп. В злые языки говорят, что некоторые из этих дел до сих пор действующие, действующие, то есть, пределов цинизма нет. Ну, так вот, значит, сегодня суд, судья, приговорил Руди примерно 150 миллионов долларов компенсации, которую он должен выплатить двум пожаловавшимся на него людям за то, что он их оклеветал. Оклеветал, он же был одним из самых основных распространителей фейков от Байда, от Трампа, который кричал, что у него украли выборы. А этот, он, значит, добавлял детали, я имею в виду, Джулиане, и распространял эту всю чушь, эту ложь, ну, и таким образом причинил моральный ущерб, который эти двое лиц оценили в 25 миллионов долларов, моральный ущерб. Ну, а потом пошло страдание ихнее, это punitive, то есть, damages, то есть, это компенсация, которую на него возложили для наказания, дабы неповадно было 150 миллионов. Вот во что обошлось Джулиане верная служба Трампу, верность, нестремление, значит, выслушаться перед ним. Я думаю, это будет хороший урок для остальных ярых сторонников Трампа. Кстати, это же не первый раз, то есть, первая была приговорена, или была присуждена к выплате компенсации компания Фокс Руперта Мердока, там сумма фигурировала, по-моему, в 780 миллионов долларов. Ну, то есть, колоссально. Адвокат, адвокат Руди Джулиане кричал, что 180 миллионов для него неподъемная сумма, у него нет таких денег. Короче говоря, его разденут до нитки. Вот такая вот, господа, ситуация. Теперь, что я рассказываю так подробно о экономической ситуации и как она повлияет на политический ландшафт развития событий политических в США и возможный исход президентских выборов. Опять-таки, это все, то есть, не хватайте меня на слове, и потом не говорите, а вот вы сказали, что будет Байден избран. Это пока оценки, но оценки, которые идут от очень серьезных людей. Так вот, это кардинальным образом меняет перспективы, потому что до сих пор мы с вами говорили, что Украине кровь из носа нужно добиться решающих побед до конца 2024 года. Теперь, теперь может быть ситуация совсем другая. В этой связи я и хотел бы вам рассказать о стратегии, которую сейчас обсуждают.